МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Рязань – город многонациональный. Состоялся фестиваль межнациональных культур «Соцветия». Ну а теперь во всем подробнее. Сегодня состоялось очередное заседание Рязанской городской думы. Одним из важных вопросов в повестке дня – обсуждение перевода земли под строительство мебельного кластера в микрорайоне «Агропром». Подробности заседания гордумы у Оксаны Тебенихиной. В Рязанской городской думе прошло заседание, на котором депутаты обсудили вопросы, касающиеся передачи нежилых помещений в аренду. Эта процедура для таких мероприятий является, можно сказать, традиционной. На чем хотелось бы остановить внимание, так это то, что депутатами была утверждена дата празднования дня города. Гуляния пройдут 2 августа. Также на заседании озвучили, что в бюджет города на текущий год и плановый период 2016 и 2017 годов вынесены некоторые изменения и дополнения. Хорошие очень изменения, на самом деле, потому что два детских садика в районе Михайловского шоссе, вы знаете, мы не так давно приняли, также создали условия для строительства детского сада на Михайловском шоссе. Это большой район застройки, Министерство обороны для военнослужащих. Создаются условия для строительства детского сада. Соответственно, другие инфраструктурные объекты социального направленности, они, безусловно, там будут присутствовать. Но первый шаг такой очень серьезный – это строительство детского сада. И второй сад на Первомайском проспекте, это бывший сад РЖД, он перестроен частично уже, и необходимо его, так сказать, завершить и сделать в этом году уже еще один детский сад в том районе, в котором действительно большая проблема с местами в детском саду. Это речь идет о центре города. Особое внимание депутаты уделили вопросу внесения изменений в генеральный план города. В частности, перевода бывшей воинской части в микрорайоне Агропрома из зоны военных объектов и прочих режимных территорий, из зоны застройки индивидуальными жилыми домами на зону промышленных предприятий и коммунально-складских организаций. После оживленной дискуссии решение о переводе было принято. Заказчиком у нас выступала администрация города Рязани. Данным решением фактически создается условие для инвестиционной деятельности, причем той инвестиционной деятельности, которая способна создать не одну сотню рабочих мест с приличными зарплатами, с развитием производства, с тем, чтобы налоги оставались в Рязани. И эта площадка была выбрана администрацией города. Говоря о ее экологической составляющей, могу отметить, что те резервуары, которые там были на протяжении десятилетий с нефтепродуктами, мы не можем говорить о экологической частоте данной территории. Стоит отметить, что потенциальный инвестор, который планирует освоить территорию Агропрома, уже имеется. Компания «Гранд» планирует разместить здесь предприятие по сборке и хранению мебели. Инвестор также планирует благоустроить. Инвестор также планирует благоустроить прилегающую территорию для жителей района, создать благоприятную среду для проживания и в дальнейшем обеспечить микрорайон объектами социального значения. По ситуации с провалом асфальта на площади Победы, который произошел во вторник, высказались накануне чиновники из городской администрации. По их словам, сейчас в проезжей части ничего не угрожает. Просадка была оперативно устранена в течение двух часов. Движение транспорта своевременно восстановлено. При этом аварийной ситуации не возникло. Пострадавших нет. Просадка асфальта была ожидаема, поскольку работы велись в сложные погодные условия и в сжатые сроки, чтобы восстановить движение автотранспорта по данному участку. Также одной из причин является открытие интенсивного движения автотранспорта сразу после ремонта. Надо сказать, что в настоящее время повреждений на участке магистральных тепловых сетей в районе площади Победы нет. Сегодня стало известно, что депутат Рязанской областной думы Алексей Сальников освобожден от должности секретаря местного отделения партии «Единая Россия» в железнодорожном районе Рязани. Напомним, что вчера членство в партии депутата облдумы было приостановлено. Дело в том, что на Алексея Сальникова возбуждено уголовное дело по факту дачи взятки в крупном размере. Об этом сообщают рязанские следователи. По данным следствия, учредитель коммерческой организации через своих посредников достиг с заместителем начальника Межрайонной налоговой инспекции договоренности о том, что он ей передаст в два этапа взятку на общую сумму 600 тысяч рублей за обеспечение возврата НДС на сумму более 6 миллионов. При получении 18 мая в городе Рязани первой части взятки в размере 300 тысяч, половина из которых предназначалась одному из посредников, заместитель руководителя Межрайонной налоговой инспекции была задержана сотрудниками УМВД России по Рязанской области. Сейчас проводятся следственные действия, которые направлены на установление всех обстоятельств совершенного преступления. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается. Это дело еще, возможно, ждет своего судебного разбирательства. А накануне Рязанский областной суд вынес приговор шести жителям Рязани, которые занимались сбытом наркотических средств. Они признаны виновными в хранении и сбыте наркотиков. В ходе судебного разбирательства было установлено, что еще в ноябре 2010 года Алексей Беспалов создал организованную группу из пяти молодых жителей Рязани, распределив между ними роли. Далее ребята-наркодилеры занимались хранением и сбытом сильнодействующих наркотиков. Причем наркотики заказывали через интернет из Москвы и Китая. В декабре того же года Беспалова задержали, но даже находясь в следственном изоляторе, он продолжил руководить оставшимися на свободе дельцами. Но наркополицейские через некоторое время задержали других преступников. За последние годы это одно из самых крупных дел в отношении лиц, занимавшихся незаконным оборотом наркотиков. На скамье подсудимых оказались шесть человек, в том числе и женщины. И достаточно крупными получились и сроки наказания от 8 до 12 лет лишения свободы. Рязанский областной суд признал подсудимых виновными и назначил Беспалову 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Еремину 9 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Розаеву 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Осужденные 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. На основании части 1 статьи 82 Уголовного кодекса Российской Федерации реальное отбывание назначенного наказания подсудимо отсрочно до достижения ее ребенком 14-летнего возраста. Акирину 8 лет 1 месяц лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Синякину 4 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. А недавно в результате проведенной операции оперативники госнаркоконтроля задержали двух граждан Украины, которые являлись курьерами нелегального интернет-магазина. Обоих украинцев завербовали еще в Киеве и распространяли они в Рязани курительные спайсы. Телефоны обоих молодых людей содержали описание мест уже сделанных закладок. И при проведении поисковых мероприятий сотрудники наркоконтроля в домах на улице сельских строителей Новикового прибоя изъяли еще около 10 закладок. Основной результат был получен в ходе обыска в съемной квартире на улице Пирогова, где была изъята базовая партия наркотических средств, более 600 граммов синтетики. Теперь задержанным наркозбытчиком спайсов грозят длительные тюремные сроки. Совместную акцию по поимке должников провели сегодня рязанские судебные приставы и дорожные полицейские. Ловили сотрудники двух ведомств-неплательщиков на Солочинском посту ДПС. Кстати, штрафы можно было оплатить на месте. Судебные приставы, налоговые инспекторы и сотрудники ГИБДД провели совместный рейд на стационарном Солочинском посту. В ходе рейда судебные приставы проводят работу с разными категориями должников. Неплательщиками транспортного налога, штрафов за нарушение правил дорожного движения, уклонистами от уплаты алиментов, коммунальных услуг и кредитов. Суть этого рейда заключается в том, что на Солочинском посту сотрудники ГИБДД останавливают автолюбителей и предлагают им проверить себя на наличие долгов. Здесь уже начинает работать служба судебных приставов и налоговая служба. С помощью своих информационных систем они проверяют граждан на наличие долгов. В частности, судебные приставы делают это с помощью информационного сервиса ПАН данных исполнительных производств. Данный сервис расположен на официальном сайте службы судебных приставов и с помощью него любой желающий гражданин может получить информацию о своих долгах, а также удобным способом их оплатить. Такие акции, несомненно, полезны и очень удобны. Ведь если при проверке данных выяснится, что гражданин имеет неуплаченные штрафы или иного рода долги перед государством, по возможности и при желании он сможет погасить их на месте. Если говорить пока о предварительных итогах рейда, то есть на данный момент было проверено около 40 человек. Среди них 6 человек оказались должниками. Долги из них никто не оплатил. Всем им были вручены требования о явке на прием в судебные приставы. В Рязани впервые прошел фестиваль национальных культур соцветия. Перед зрителями, пришедшими во дворец молодежи, выступили творческие коллективы города. С самобытными танцами, песнями и легендами гостей познакомили и представители национальных общин и диаспор. Фестиваль национальных культур соцветия прошел в Рязани впервые, но в дальнейшем его планируют сделать традиционным, ведь такая необходимость назревала давно. Участники фестиваля соцветия – дети. Они выступили с национальными танцами, песнями и познакомили гостей с традициями своих народов. Получается так, что у нас в городе фестивали такого плана несколько, но эти фестивали, так скажем, для взрослых. А тут мы решили сделать такой же фестиваль школьный. Здесь принимают участие школьники до 17 лет. Всего в Рязанской области проживает более 40 национальностей, а в областном центре действует 7 общественных национальных организаций автономии. И хорошо, если чувство дружбы и взаимоуважения, толерантности будут воспитываться именно с детского возраста. А накануне стартовал еще один творческий фестиваль, но только уже среди студентов, под названием «Есенинская весна». В этом году он посвящен 120-летию со дня рождения великого русского поэта и столетию университета. 2015 год объявлен годом литературы. Для Рязанской земли это еще и год крупного юбилея. В октябре 120 лет исполнится поэту Сергею Есенину. Поэтому особое значение в нынешнем году придается ежегодному фестивалю «Есенинская весна», который уже в 11-й раз проводится в Рязанском государственном университете. Пять номинаций, в которых студенты могут показать все свои литературные таланты, на этот раз привлекли участников не только из разных городов России, но и из-за рубежа, например, из Франции, где русского поэта ценят и очень любят. Это бренд не только нашего университета, который отмечает в этом году свое столетие, но и бренд всего нашего региона. Потому что победитель, абсолютный победитель фестиваля получает премию в рамках национального проекта образования Министерства образования и науки Российской Федерации. Ну, конечно же, фестиваль этого года особый, потому что мы проводим его в год Большого Есенинского юбилея, 120-летие со дня его рождения, в год 920-летия города Рязани, в год 70-летия Великой Победы, а именно во время Великой Отечественной войны поэзия Есенина прозвучала особенно ярко, как духовное оружие советского воина, став во многом и духовным оружием нашей победы. И на этом наш сегодняшний выпуск подошел к концу. Далее в эфире программа подробностей. Гостем в студии станет председатель Рязанской городской думы Андрей Кашаев. И речь в беседе пойдет о принятых сегодня депутатами решениях. А на сегодня с новостями это все. И до встречи в эфире. Рязанская городская муниципальная энергосботовая компания напоминает о необходимости своевременной оплаты электроэнергии, в том числе предоставленной на общедомовые нужды. Телефон для справок 40 20 40. 40 20 40. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова